Теревану не нравится, что Баку восстанавливает границы. По мнению азербайджанского эксперта, нас не остановит необоснованная шумиха, поднятая армянской стороной и поддерживающими ее кругами. Причина напряженности на Азербайджан-армянской границе кроется в оккупационной политике, которую проводила Армения против Азербайджана на протяжении 30 лет. Об этом сказал в воскресенье тренд политолог Джейхун Ахмедли. «По его словам, Азербайджан не намерен уступать и пяде своей земли. Мы проводим работы по демаркации и делимитации для восстановления наших международно признанных границ. Нас не остановит необоснованная шумиха, поднятая армянской стороной и поддерживающими ее кругами. Во время 44-дневной войны мы также были свидетелями необоснованных заявлений некоторых стран. Против нас проводилась клеветническая кампания, но ее инициаторы не достигли своей цели, и в этот раз будет так же. Азербайджан восстанавливает государственную границу с Арменией в качестве продолжения своей победы в отечественной войне. Весь мир, в том числе и Армения, должен принять новую реальность, созданную Азербайджаном. Что касается грязной кампании против нашей страны, то она, как всегда, обречена на провал, подчеркнул Ахмедли. Политолог отметил, что обеспокоенность армянской стороны в действительности является предвыборной манипуляцией. По мере приближения выборов и оппозиция, и правительство в Армении пытаются как можно крепче держаться за карабахскую карту. Все чаще звучащие в последнее время реваншистские заявления в этой стране также связаны с этим фактом. Было бы лучше, если бы политические силы в Армении сосредоточились на разрешении тяжелого социально-экономического кризиса в стране. У реваншистских идей не может быть будущего. Армянский народ хочет жить нормальной жизнью, поэтому ему не следует давать карт-бланш силам, призывающим к войне или же мести. В результате новой войны Армения как государство может быть стерта с карты мира, считает Ахмедли. В страхе армян. Азербайджанцы на высоте. Мы под прицелом. После 44-дневной войны армяне сталкиваются с новой реальностью. Армению и Азербайджан разделит граница. Больше никаких буферных зон не будет. Ситуация в приграничном селе Куд Гигаркуницкой области Армении остается прежней. Они, азербайджанцы, сидят наверху, а наши внизу. Об этом заявила в беседе с корреспондентом новости Армении глава администрации села Куд Симачетчан. Она добавила, что под прицел попали не только школа, но и дома. Здание школы и администрации села, по ее словам, также находится под прицелом врага. Уроков может и не быть, но дети остаются в селе. Пастбище находится недалеко от места расположения врага и вывозить скот на пастбище небезопасно. Мы видели две войны, но никогда не оказывались в подобной ситуации, отметила Читчан. Напомним, что несколько дней назад азербайджанские военные продвинулись вперед вглубь Сюникской и Гигаркуницкой областей Армении. Правда, армяне забывают уточнить, что эти области за время оккупации приросли азербайджанскими территориями, а теперь эти земли приходится возвращать. Обострение на границе. Армяне обратились к Патрушеву. Секретари Советов Безопасности Армении и России Армен Григорян и Николай Патрушев в ходе телефонного разговора обсудили обстановку на армян-азербайджанской границе. Обменялись мнениями относительно возможных вариантов решения проблемы. Секретарь Совбеза Армении заявил, что якобы притязания азербайджанской стороны безосновательны и существуют карты советских времен, которые обосновывают, что территории, куда вторгались азербайджанские вооруженные силы, являются армянскими. Григорян также заявил о важности применения необходимых механизмов УДКБ для скорейшего решения этой проблемы. Со своей стороны Патрушев высоко оценил сдержанность армянской стороны, заявив о важности всех возможных дипломатических усилий для решения проблемы. Он отметил, что российская сторона на всех уровнях интенсивно работает для скорейшего решения этой проблемы. Игорь Коротченко армянам. Реванш – это путь в исторический тупик. Российский военный эксперт считает главным врагом Армении зарубежную диаспору. Полагаю, что главным врагом Армении является не Турция и не Азербайджан, а армянская диаспора за рубежом. Именно диаспора активно подогревает реваншистские настроения в Армении. А ведь реванш – это путь в исторический тупик. Об этом написал в своем телеграм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Пашинян лжет. Азербайджану не нужны армянские земли. В настоящее время Никол Пашинян распространяет бред о посягательстве Азербайджана на армянские земли. Возможно, он это делает для привлечения голосов на выборах. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в посягательстве на суверенную территорию республики. Об этом политик глубокомысленно заявил в ходе заседания Совета безопасности страны. Информацию распространяет сайт армянского Кабмина. Отметим, что президент Алиев не раз заявлял, что Азербайджан не интересует территории Армении. Азербайджан никому не отдаст свои земли. Процесс демаркации Азербайджана-армянской границы продолжается. Однако он вызывает неадекватную реакцию со стороны армян. Истерия вокруг ситуации на Черном озере подогревается реваншистскими устремлениями армянской стороны, которая даже в рутинном процессе демаркации и делимитации усматривает агрессию и происки врага. Передвижение азербайджанских войск на границе у Черного озера проводится согласно картам Министерства обороны СССР 1970-х годов. Армянам подобные не по нраву. Они считают, что озеро Карагель, силвич по-армянски, принадлежит исключительно им. Хотя во времена СССР граница между республиками проходила по озеру. Минской группе УБСЕ не удастся вернуть старую повестку по Карабаху. Минская группа УБСЕ не достигла результата по урегулированию Карабахского конфликта. На протяжении почти 30 лет урегулированием армян-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта занималась Минская группа УБСЕ, деятельность которой не принесла ожидаемых результатов. В итоге Азербайджан своими силами решил Карабахский конфликт, восстановил свою территориальную целостность, таким образом выполнив известные резолюции Совбеза ООН. Казалось бы, теперь Минская группа должна сконцентрировать усилия на обеспечении мира и безопасности в регионе. Однако определенные силы пытаются представить старую повестку как все еще актуальную.